Всем здорова, ребят! Ну что, только захожу качать гарнизон сегодня, сразу же вылетает вот такой вот пак накопления на английском сервере. Я считаю, он просто обалденный, потому что вы получаете варжа и получаете сразу же топовый скин для максималки. Блин, красавчики! Вот я не знаю, почему на других серваках такого нету, но пак действительно классный. Уже начали лепить нам в паке героев и это реально радует. Так, ну что, у нас сегодня опять такой видосик с гарнизоном. Я решил, я вчера позабирал плюхи, сейчас мы с вами докачаем некоторые герои в линейке. Нам надо апнуть с вами ангела для отхила и вот купидончик наш. Мы сейчас его доделаем. На сегодня такая вот сборка самая оптимальная, потому что раньше у нас был купидон с замедлением еще для архидемона, у кого есть скин. Ну на сегодня купидон там не используется, так как он не максимальный дпс-ник, поэтому такая сборка купидона на сегодня есть. Ну топовая, то есть ремочный вариант. Многие спрашивают, зачем ты берешь купидона, потому что он на начало, скажем так, на началок реально в подземках тащит. Нифига себе, вот вам еще один за 5 баксов пак. Ну блин, круто, красавчики! У меня это все, конечно, есть здесь, поэтому мне это не надо. Блин, классные паки, за пятюню реально кайф. Помощь для начинающего. Знаете, вот так вот зашел, начал играть, тебе бах такой пак, ты смотришь, бля, охрененный герой, надо брать. Только раз, о, офигеть расходники, надо брать. Но они действительно офигенные, с одной стороны. С другой стороны, вспомните, сколько они стоили 2 месяца назад, например, там 3 месяца назад. И это печально, потому что все в цене падает. Сейчас прокачать аккаунт в топ намного дешевле, чем это было за пару лет в Азадотеле. Есть такие аккаунты, на которые я захожу, и там доната, блин, полная линейка, а героев нет. И ты с такими глазами на это все смотришь, как так, что за фигня. А вот так вот. Поэтому это печально, что обесценивается внутриигровые итемы, какие-то герои. И вот это вот самое обидное, самое печальное. Поэтому в игре и нету, по сути, стабильности, потому что оно все падает в цене. Они придумывают что-то новое, оно не всегда интересное, как обычно. Поэтому вот так вот. Так, окей. Качаем нашего куба. Уже на максималочку. Сразу же. Он просто... Почему я качаю купидон и хранитель, по-моему. Мне нужны будут в линейке, там где есть ангел. Сейчас я зайду в эту линейку. Вот ангел, видите? Вот наш ангелочек. Его надо немножко докачать еще. Такс. Поехали. Где там наш этот ангел? Тут у нас стоит железка. В принципе, я ее прокачаю на восьмерку, чтобы не станелся герой. Либо можно эмблемы. Эмблем у меня здесь много так нету, поэтому я качаю именно так. Так. Нет возможности у нас дальше докачать. Нам надо еще качнуть с вами хранителя. И сделаем первую вылазку. Так, ищем нашего хрона. У меня, по-моему, прокачан или нет? Блин, вот нереально что-то найти просто. Да, он у нас здесь прокачан. Сейчас мы ему сделаем снаряжение. И будет все good. Так, есть. Активируем. Ну, я, по сути, я уже показывал. Я много на этих героев не трачу, потому что бессмысленно. У меня это есть на основе. Все, я просто делаю это ради тестов. Показать вам. Так, отлично. Поехали. Поставим чарку. В принципе, для подземных чарков очень даже ничего. Так, окей. Кого ж нам там еще качать? Там еще придется нам кого-то качать, потому что нам реально... Так, чуть-чуть не хватило. Так, есть. Надо еще, кстати, нам надо будет открыть еще плюс одну таблетку. Видите, все равно не хватает. Так, ПБшка, Афина, Лазуля. Давайте Афину Лазулю сделаем. Агментация из-за этого мы, наверное, не можем дальше качать. Они у меня, в принципе, должны быть прокачанными. Лазуля-то точно прокачан должен быть. Так, Лазуля вот есть. Сотый просвет есть. Делаем агментации. Если вы хотите там, чтобы я больше вам рассказывал, какие сразу же делать прокачки, пишите в комментах, что вы хотите видеть в видосах. Я вам буду сразу же рассказывать. Потому что рассказывать можно очень много за каждого героя. Пока я здесь их качаю, могу параллельно вам там какие-то нюансы рассказывать по героям. Так. Есть. Сделали. Сейчас мы ему еще чарочку словим. Пенек. Так. Также нам надо сделать агментацию Афинки. Афинка, Афинка. Где ты? А мы ее, по-моему, здесь даже не качали, если я не ошибаюсь. Она у нас здесь должна быть не качанная. Да. Вот смотрите, уже закончились камешки у нас. Печаль, печаль. Ну, хорошо, когда есть ресурсов полно, ты себе ни в чем не отказываешь. Так, отлично. Ты что думал, она у меня здесь прокачана. Значит, качаем ее. Может, как раз ее качнем. Хотя, вряд ли, без пабашки, наверное, нам не даст прокачать 13-й скилл. 12-й, то мы уже точно качнем. Как видите, силушка очень быстро растет. Тем тампом, пока мы докачаем гарнизон, у нас уже будет свыше трех стая, думаю. Если не больше, потому что нам придется, фактически, весь Алтай перекачать ради гарнизона. Так, окей. Так, а тыковку мы сделали топовую. Тыковку, кстати, мы тоже таки не доделали с вами. Здесь мы все сделали, нам надо ее на вторую эволюцию перевести. И будет нам счастье. Так, есть. Давайте глянем, что у нас. По сути, вот эти герои, которых я сейчас скачаю, их надо качать в любом случае все. Потому что это одни из самых таких топовых бафиков, которые реально будут тащить. Так. Сделали. 41-й, 42-й. Ну, тут я не знаю, вряд ли мы сейчас докачаем так быстро. Ну, давайте попробуем. Еще придется нам, наверное, с вами ппшку качать. Смотрим. Хватит ли нам. Многие ребята спрашивают, каким образом. Вам только надо линейку героев качать по-другому. Вы 13-й скилл не вкачаете. То есть, вкачали, сделали, все прокачали на максималку. Только тогда можете сливать ненужных героев. Без этого, к сожалению, ничего не получится. Так, сделали. Сейчас подкачаем под вторую эволюцию. Афинка сама по себе тоже, по сути, дает энергию, ускоряет. Тоже классный бафер. Плюс она очень крутой. Дамагер. Правда, тоже не стоит забывать. Так, давайте сделаем ей аугментацию. Ну, как видите, когда ресурсов полно тут. Не паришься над этим. Как быстро прокачать героя. Мне кажется, без подашки нам по-любому не хватит. Отлично. Видите, как бывает за 150 дает. Что-то у нас еще качается. Да, и нам надо будет открыть следующий видосик. У нас будет открытие шестой таблетки. Будем ее открывать, потому что вариантов очень много для прохождения. Все-таки 6 героев, это лучше, чем 5. Так, с окей. Давайте уже тыковку доделаем. Тоже по максимуму, чтобы она была у нас 200. То как-то ни туда, ни сюда. Так, тыква. И посмотрим, сколько у нас в итоге получится без одного героя получить очей. Ну, там, по-моему, на 13-е надо, чтобы все в линии были. Так, с окей, докачиваем. Так, с окей, докачиваем. Вот таким вот образом за, там, 10-15 минут можно вкачать пару героев. Такс. Докачиваем проживы. Все равно маны маловато, надо было больше брать. Что-то у меня, чуйка, опять маны нам не хватит. Так, отлично. Уже 260-ка. Я офигею. Так, докачали ее. Итак, смотрим, что у нас получилось по... У нас только ПБшка один не докачанный. По судьбе 45. Как видите, надо еще ПБшку докачать. У нас она будет 13-13. 54-й. Не хватает нам только ПБшки. ПБшечка, мы идем к тебе. Ну, я думаю, там даже первой эволюции должно хватить. Так, стыковку делаем. 200-м. Все, стыковка у нас, как видите, собрана. Теперь осталось дело за малым. Прокачать нам надо еще с вами ПБшку. В принципе, ПБшка довольно-таки тоже неплохой герой. Использовать его можно на пвп-локациях, особенно если есть ремка. Он очень круто бьет, станет урон по зоне. Поэтому этот герой тоже стоит вашего внимания. Не забывайте о нем. В топах, конечно, его меньше уже используют. Но, допустим, он наносит процентуальный урон. То есть, проценты от жизни. Он один из немногих процентуальных героев, которые реально тащат. Танкс, давайте качнем прорыв. Посмотрим сейчас, что у нас поменяется. Или поменяется вообще. Такс, где наш ангел? 47. А, у нас запашек не хватает. Ну, практически, практически. С запашками здесь это вот так вот делаешь. И у тебя проблем с запашками просто нет. Ой, отлично. У нас даже хватило, даже не надо дальше прокачивать, как видите. Итак, еще один герой 13-13. Сюда мы поставим воодушевление девятое на этого героя сразу же. Питомцы. Давайте вот ради интереса без питомцев. Выставим сейчас гарнизон, плюс тыковка. У нас уже некоторые герои прокачаны. Это бочка. Такой вот вариант. Сюда пойдет ангел. Он у нас будет хилить. Так, сюда у нас пойдет 3 дон. Это наш мега дамагер будет. Сюда, кстати, можно было бы купидона. Вот давайте купидона поставим. Он у нас там не особо максимальный, но как раз этого и будет хватать нам. Купидон. Он будет давать заряд. Ну а сюда тыковку. Вот наша тыковка. Так, воодушевление железка. На тритона тоже желательно было бы поставить железку. Ну ладно, попробуем такой вариант. Купидон, чтобы у нас не станился. Можно оживо, можно железку ставить. Ну, железку поставим. Железка, бочка имба. Ну, поехали. Тыковка пусть будет со слону. Вот. Я, конечно, тут далеко по подземках. Постараюсь их проходить подальше, чтобы мы дошли с вами до кошмарок. Но сама суть вот такого состава. Стартуете с бочки, выпускаете все хил. Смотрите внимательно, что сейчас будет. Просто кайф, скажем так. От хил у нас идет. Ангел у нас будет хилить всегда. То есть, как только набирается шкала, он будет хилить. Конечно, ангел, по-моему, не автопрокер. Если я не ошибаюсь. Сейчас попробуем. Да, видите, надо цель. Ну, этого, в принципе, хватает. Бочка. Это танк у нас. Ну, стартовать мы будем с бочки. Еще, скорее всего, я открою одну таблетку для либо палача, либо снайпера. Так как они классные дамагеры. Либо кого-то другого. Напишите в комментах, кого вы хотите увидеть в этом составе. Но тут у нас получается три героя. Танк, хиллер. Плюс дамагер, это тритон. Плюс, конечно же, купидон и тыква. Можно вальку сюда качнуть. Как вариант добавить. Валька у нас тоже байфер. Обалденный. Ну, вот так вот делаете. Смотрите на эту прелесть. Просто кайф. Бочки пофиг. Все. Потом, как только на бочку загрелись. Ой-ой-ой, переагрились. Видите, как бывает. Случайно переагрились. И все. И будет вам счастье. Вот они и будут тащить. Понятно, что тут тыковка купидон. Но тыковка купидон, это уже не проблема для многих. Прокачать в такой сборке, это не проблема. А вот с дамагами у многих реально вопросы. Каких же все-таки качать? Что делать? Даже бочку сюда, сюда, сюда. Попробуем с купидоном. Такой вариант. Посмотрите. Вот посмотрите, как дамажит тритон. Нормальные сборки. Как он выносит. Анубис тоже классный. Все. Но у тритона нету кулдауна. Вот в этом весь плюс. То есть, если у вас будет валька плюс вадушка, видите, его станет сейчас. То есть, проблема основная, это стан. Можно поставить пакт плюс железку, например. Ну, только надо, чтобы кто-то заряжал. Поэтому пока нету таких героев в гарнизоне. Было бы, конечно, круто, если бы они заряжали, вот давали энергию. Тогда можно было бы пробовать без. Ну, а тут вариантов для разгона. Так как вы знаете, у них жизни очень мало. У них прорывов нет. У них нету там пагментации, созвездий, эволюций. Было бы это все, я не знаю. Я бы бегал гарнизонными героями сейчас. Реально на многих локациях. Но, к сожалению. Есть какие-то ограничения у нас. Но, блин, этот состав мне больше всего нравится. То есть, мы еще сюда обязательно кого-то одного добавим. На бочку можно свободно агрить. У нее ограничения по входящему урону. Ангелу у нас будет хилить. Под хил давать, только зарядится сразу же. Ну и, конечно же, тыковка и купидон. Для заряда, для разгона надо будет, кстати, им тоже возможно сделать. Это тринадцатые скиллы. То есть, выпускаете где-то бочку себе. Пусть на нее там агрится. Потом выпускаете всех остальных. Бочку не убьют в подземках. Тритон. Тритон это просто песня. Я вам скажу. Это круче, чем Анубис. Однозначно. В принципе, думаю, многие видели. Я показывал вам Тритона. Что он может делать на подземках. То есть. Слить героев круче, чем Тритон. Анубис. Анубиса кулдаун. Тут кулдауна, по сути, нет. Просто запустил. Зарядили его. Сейчас его сольют. Отхила у нас нет. Хотя Ангел, в принципе, тащит. То есть, разные вариации есть. Есть еще куча других героев. Мы их тоже будем использовать. Тестировать. Пишите все в комментах. Вот так вот. Такой вот трешечек. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы качаем гарнизон наш на максималке. Пишите комменты. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.